Гению русской литературы Александру Пушкину 218 лет. День рождения поэта традиционно на одноименной площади Иванова отметили коммунисты. Уже шестой год подряд оппозиционеры в этот июньский день читают стихи и философски рассуждают. Желающих произнести несколько строк в выборе авторов не ограничивают. Правда, все чаще от партийцев звучат строфы красных поэтов. Все россияне отмечают 6 июня и день русского языка. Коммунисты, конечно же, выступают за чистоту родной речи. Некоторые люди сегодня стараются вворачивать некоторые словечки с использованием иностранных слов. Мы это не приветствуем. Считаем, это только губит наш русский язык. Мы сегодня идем и видим, что у нас даже по городу Иваново очень много достаточно иностранных вывесок. Зачем это все? Считаем, что надо использовать свои страны, надо использовать свой язык. За свою недолгую жизнь Пушкин написал 826 произведений. 14 поэм, 15 драматических, 15 прозаических, остальные в стихах. Мы спросили у жителей нашего города, какие строки солнца русской поэзии запали им в душу. А знаете ли вы стихотворение Пушкина? Ну, знаю, конечно, много знаю. Наше поколение много всего знает. Например, какое ваше любимое стихотворение? Не буду я с вами разговаривать долго. Вы знаете, какой сегодня день? Нет. Сегодня день рождения Пушкина. Знаете ли вы какие-нибудь стихотворения Пушкина? У меня сейчас вот не надо стихотворений. Вы стихотворения Пушкина знаете? Не, забыл все. Что вы знаете о Пушкине и, может быть, какие-то его произведения? Он написал великую поэму «Евгений Онегин». «Я вас любил, любовь еще быть может». Что вообще? Он написал много стихов. В мои годы много уделялось времени Пушкину. И слава богу, потому что это один из величайших русских поэтов. Стихи чудо. Более начитанные ивановцы праздник главного литератора России отмечают, конечно же, за книгой. В областной библиотеке для детей и юношества весь день звучат стихи. Блокоморья, дуб зеленый, золотая цепь надубитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Для посетителей в нескольких залах подготовлены тематические стенды. На всеобщее обозрение выставлены редкие издания и собрания сочинений. Каждый в творчестве Пушкина найдет строки по душе. Про любовь и дружбу, про родину и честь, про жизнь и смерть. Я уже человек в возрасте. Мы начинаем задумываться о том, как мы прожили. И, конечно, философская тема. Тема предназначения. Зачем ты? Особенно, если ты творческий человек. Все ли ты правильно делаешь? Нужен ли ты людям? Вот, стихотворение Пушкина «Пророк», оно мне и в юности понравилось. Но, конечно, всей глубины я тогда не могла понять. Меня просто поразили образы. А вот сейчас, когда я уже в возрасте и очень задумывалась о смысле жизни, сделали ли я что-то полезное, то это стихотворение, оно мне очень помогает. Пушкин – признанный мастер слова. Выученные строки запоминаются раз и на всю жизнь. Александра Сергеевича по праву называют создателем современного русского литературного языка. Язык – это же как живое существо. Постоянно изменяется, впитывает, отдает из других языков. У нас сейчас такой насыщенный период. Конечно, англицизмов очень много идет. Но Пушкин вечен. Несмотря на то, что жизнь Пушкина оборвалась 180 лет назад, он до сих пор остается самым читаемым автором в мире. Мороз и солнце, день чудесный. Еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись. Открой сомкнутый негой взоры. Навстречу северной авроры, звездой северой весь. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась. На мутном небе мгла носилась. Луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачное желтела. И ты печально сидела. А нынче погляди в окно. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.